всем привет у нас похоже наступило лето светит солнышко радует очень и вот хочу вам рассказать что у меня недавно случилась такая большая радость к нам ну не к нам приезжали наши друзья из польши общем я была я их не видела два года и была очень очень рада их видеть поэтому вот мы немножко с ними погуляли по киеву да они прилетели около девяти утра в девять мы встретили в борисполе 9 мы встретили в борисполе и быстро ну мы были на машине на машине доехали до метро они очень хотели посмотреть софиевский собор но времени у них им надо было уже быть в час снова в час в час на было быть снова в борисполе то есть у нас было три-четыре часа нет меньше у нас выходило 3 часа да в общем в 12 чем-то нам было бы в борисполе то есть у нас выходило чуть больше трех часов а из борисполя в центр киева доехать это тоже ну если на машине пробок нет наверное минут за 40 можно долететь а если нормально ехать то я думаю будет около часа езда хотя может быть не знаю не уверена вот ну поэтому мы доехали до харьковской там сели на метро то есть мы с ними покатались и на метро и так и посмотрели спальные районы и поехали в центр погуляли мы показали софиевскую площадь софиевский собор на софиевская площадь и там какое-то мероприятие было у полиции сейчас я вам все покажу приехали владик такой серьезный ответственное дело у него да да я встречаю дарик дарико встречаем и марки а там дивана франкоска верхов а он там в час надо будет но щеный прыгут ждем ты любила не чека если ты хочешь кого-то встречать давай я куда-нибудь полечу и ты меня будешь встречать с сынком только ты с сынком будешь меня встречать нет ты с сынком полетишь нет я с сынком без тебя никуда я только с нет не хватит сейчас тогда можешь поехать туда-то в ашана мы тебя будем встречать за ханом в борисполе в борисполе хорошо я пойду ахахаха ты меня будешь встречать в борисполе а в какой ашан в каком городе на борисполе на борисполе все привезли национальная полиция ну что-то они тут делают какое-то мероприятие у полиции и ну интересно у и в в в и Субтитры создавал DimaTorzok 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 что сейчас появилось у нас гораздо больше лоукостов, чем было два года назад, то решила попробовать, и я нашла билеты. Оказалось, Настя сама не может поехать, надо ее отвезти. И вот, чтобы ее отвезти, это мне надо ехать. И, короче, четыре билета туда-обратно 1600 гривен нашло. Ну, получается, четыре имеется в виду, что два туда и два обратно. Вот вышли всего лишь 1400 гривен. Я вообще в шоке. Почему мы раньше не ездили? Да, если самому, то есть я, по сути, сама спокойно могу сесть и за 800 гривен слетать к Магаде на кофе. Вот реально, то есть соскучившись, можно взять, сесть и слетать, и я вообще не понимаю, почему мы два года не виделись, когда есть такие билеты на самолет по такой цене. Ну, и при том, что это не за год, не за два, то есть сейчас у нас май, я взяла на июль. Ну, то есть вообще. Также я начала смотреть, ну, потом я начала себе искать, так как Настю отправляю на подольше, то это мы с ней туда и обратно. А плюс мне надо было в этот промежуток вернуться домой и опять потом прилететь, то, соответственно, чуть-чуть там побольше. Поискала, то там уже вышло, наверное, мне одной билеты. Что-то на тысячи на две, на две с половиной. Это только мне одной туда-обратно. В общем, надо искать, надо смотреть, находить варианты и подстраивать свои планы под билеты. Да, то есть выбирайте страну, как ухо, какие-то, смотрите. Весь год, когда летают самолеты, да, планируете, либо же какую-то другую. Я помню, как-то я находила тоже вот так вот, вот, по-моему, гривен за 500 до Литвы. Вот, по-моему, гривен за 500 до Литвы, и из Литвы тогда летал самолет в Амстердам, по-моему, или еще куда-то, тоже там за 300 гривен, то есть, ну, по 10 евро там было. В общем-то, ну, я помню, кучу таких вариантов находило, что я была в шоке, что можно, по сути, там за 3-4 тысячи гривен посетить несколько стран, летая на самолетах, да. И я вот прикинула по машине, по бензину, когда мы ездили в Польшу, то вот у меня до границы я почти полный бак выкатала. Полный бак, это, ну, тогда было 1600, сейчас где-то 1800. Вот, там я выкатала полный бак, и потом в Польше пару раз заправляюсь. Ну, короче, по Украине только два полных бака, то есть туда-обратно, да, получается. Это уже 3, ну, пусть 4000. Ну, и там еще, как минимум, бака, там бензин дороже, то это тоже, ну, короче. Ну, по-моему, у нас вышло около 8, ну, пусть даже посчитать, что это будет 6000, то вот слетать, если бы я не улетала, если бы я там оставалась, да, то, получается, у нас бы вместо 6000 было 1500. Ну, а, в принципе, если я на машине, мне возвращаться туда и обратно, то это тоже получится 6 плюс 6, это 12 будет выходить, да, то есть я уложилась со всеми, даже с теми, условно говоря, дорогими билетами. Я, по-моему, в 4000 уложилась, а не в 12. В общем-то, вот так вот у нас. Поэтому в планах у нас сейчас, что будет на лето в июле, да, сейчас я довыкладываю нашу бушу, потому что я выложу бушу правильно, правильно бушу. Это я постоянно буша-буша, это неправильно, правильно буша. Вот, как душа, так и буша. Вот, сейчас я довыкладываю нашу бушу, потому что я выложила только первый день, еще второй никак не выложу. Вот, второй день надо выложить, третий, ну, короче, мы-то были 5 дней, поэтому материала у меня на 5 дней. Достопримечательности у меня тоже в каждый день мы по 2 места чаще всего ходили, вообще материала бывало. Поэтому, вот, в общем, сейчас срочно стараюсь это закончить, и потом начнется у нас этап, буду выкладывать, ну, уже в июле будет, куда я лету. Мы прилетаем в Быдгощ, а потом я улетаю из Варшавы, то есть вот Быдгощ, Варшаву я вам покажу, как добираться расскажу детально там, все более детально в этом. А потом я прилетаю в Гданск, побуду пару дней в Гданске, и уже из Гданска приеду снова в Быдгощ. Потому что, ну, наши знакомые, они живут в таком, в тихом глубинке польской, очень прикольная, там вообще просторы, ну, все, как я люблю. Просторы, просторы. О, кстати, там, может быть, если будет возможность, то, может быть, съездим на лавандовые поля, где мы когда-то жили. Там очень плевая такая мини-гостиница, смотрите, и вокруг нее растет лаванда, и других домов вообще не видно, то есть ты выходишь на террасочку, у тебя перед террасочкой лаванда, 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 и потом дальше огородики, и где-то дальше лесок, то есть это все, что видно с веранды, когда ты выходишь на нее пить кофе. Вообще, это, уф, косули приходили, там зайцы, ну, вообще шикарное, шикарное место. Если получится съездить, то я вам покажу. Все, всем пока-пока. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди мы еще много с вами будем путешествовать и много расхламляться.